5 ноября в нашей стране отмечается День военной разведки. В этом году все, кто имеет отношение к этому ведомству, будут праздновать столетие образования Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. В преддверии памятной даты в нашем районе состоялся открытый турнир по самбо, организованный Управлением по физической культуре и спорту совместно с общественной организацией ветеранов ВДВ. Открыл соревнование председатель районного совета Григорий Литовко. Я от имени главы муниципального образования Славянский район Граната Мурачевского от имени совета района рад приветствовать вас на турнире по самбо, посвященном 100-летнюю военной разведке. Я хочу, чтобы вы росли настоящими патриотами наших родин. И если нужно, встали на защиту своего отечества. Конечно же, сегодня соревнования будут яркими, интересными и победить сильнейшие. За победой в наш город приехали спортсмены из Анапы, Новороссийска, Крымска, Темрюка, Краснодара, Ейска, Станицка, Ленинской, Старовеличковской, Новотитровской, города Тихорецкой и Ростовской области. В схватках принимали участие 12 команд, что составило свыше 300 человек. По итогам соревнований были определены победители, как в общекомандном, так и в личных зачетах. Копилка славянских спортсменов пополнилась двумя наградами. В весовой категории до 47 килограмм. Первое место заняла Анастасия Самойленко из 16-й школы. В весовой категории до 55 килограммов. Первое место было присуждено Ксении Дубленых, лицей номер 4. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События». Ксении Дубленых, Ленин Racing Ксении Дубленых, Ленинской области.